Это для физлиц. Это для меня. Закройте, откройте, пожалуйста. Ну вы-то в матье, что нам? Нет, нет. Вы-то в матье-то нам. Я вас слушаю. У каждого своя главная причина. Я документ вам принесла. Принесли. Давайте, вы нам каждую месяц. Да, муж, кстати, заболел тогда после вашей отключки. Разговорил, запил. Человеку нельзя. Вот я его откачивала все эти дни. Еле-еле откачала, чуть ли не умер. Вот, значит, я потом дам вам, сейчас я спрошу. Должники, вам известны должники о организации? По Узловскому району вам известны о должники, которые вам должны? По Гаруковском районе, должники. Ну а какая разница? Вам-то это с какой цель? Мы с общественной организации пришли. Ну я вам эту информацию не дам, никаким образом. Ну я ее нашла вчера. Ну это ваше личное дело. Ну да, я открыла. Есть федеральные, значит, должники. Есть должники местные, бюджеты. В данном случае комитет по земельным и имущественным отношениям. У них больше 14 миллионов долги за электроэнергию. Это все на сайте ТНС, ТНС. В таблице прям. Вот. Управляющая компания, жилкомфорс. Ну вот эти организации, которые обслуживают жилищный фонд, они у нас кто? Они у нас потребители, приравненные категориям населения. То есть мы, мы пользователи. Но все просто перевернули. Вы сейчас к чему это мне все рассказываете? Ну что вот именно они должники. Мы не можем априори быть должниками. Нет. Для вас есть специальное постановление. Правило предоставления коммунальной услуги. Нет. Эти организации, которые вы называете, это не коммунальные услуги. Вы ответы дали, я их почитала. Везде написано. Потребители, потребители обязаны, потребители отключаем. Вот я вам и объясняю. Есть потребители, приравненные категориям населения. Вы электроэнергию что делаете? А нам все оплачивается. Вы эту электроэнергию потребляете? Нет. А что мы можем делать? Мы же на бутербродник. Вы пользуетесь ресурсом. Мы ее на бутерброд не мажем. Мы что в чашку что ли ее наливаем. Вы себе освещаете. Да, вы себе освещаете. Вода как раз вы себе нагреваете. Нет, нет ничего подобного. Не надо переворачивать. Ну вот как раз вы не переворачиваете. Потребители мы, публичным докторам, магазинам. Вот там и да, там и потребители. Тут даже никто оспаривать не будет. Мы абсолютно с этим согласны. Мы категория населения пользователей. А у нас получается по чехам пользователи АО Почта Россия. У них инвест капитал знаешь какой? Там прочитать невозможно. Это они пользователи. Потребители бытовые, это те, кто получает доход. Я вас учусь. Какой цель сейчас ко мне пришла? Я сейчас пришла, я вам оплачивала подключение. Вы мне дали чек. Сейчас я очки одену. Скажите, а вот администрация 14 миллионов должна. Вы их почему не отключаете? Это вопрос не ко мне. Как, ну, нас-то вы отключаете за пару тысяч. Я вам на этот вопрос ответа никакого не дам. А кто нам даст на этот ответ? Это не ваше личное дело. Подождите. Понимаете, мы разбираемся с каждым из вас. С администрацией мы разбираться будем тоже. Есть другие меры воздействия. Мы сейчас представляем общественную организацию, народный контроль. Я не вижу, я не знаю вас. Вы мне не предоставили ни документы, ни удостоверение, что вы являетесь народным контролем. И такие вопросы пишутся в заявительной форме. Устно я вам ответу, никакие давать не собираюсь. Ну да, да, вы с бумагой доработаете, мы узнаем. Вот можете посмотреть удостоверение. Ну и что, что вы, я увидела все, Елена Владимировна. Да, вот, ну, нас просто интересует вопрос, как жители за несколько тысяч вы отрезаете сразу от жизнеобеспечения, причем неважно, дети там, больные люди, администрация должна 14 миллионов, и вы почему-то их не обеспочиваете. Ну, вы же нюансов этих не знаете. Поэтому вас спросить хотели, а почему? Я не буду вам обещать. А, хотели знать этот вопрос. Это на СНС-Годолжники, все расписывают прям таблички. Хорошо, но я думаю, мы их не задолжены. Мы написали, мы сейчас вам, да, да. Вот чек, чек я получила вот за это самое, то есть оплачивала так называемые долги, в кавычках. И вот я смотрю, адрес плательщика. Вы нам это уже расписали в своих письмах? Нет, этого я вам не писала, это я увидела только-только-только-только. Вот смотрите, адрес плательщика Тула, запятая Тула. Стоит два лицевых счета неполных. Это кто? А я не знаю, где вы там что взяли. Вот квитация адрес плательщика за Лениагина. Ну, знаете мне квитация. За Лениагина, дом. А в чеке? Это за газ я взяла, я там распечатала. Ну, а что вы мне тогда о газовой квитации? Нет, и за газ, и за электроэнергию одно и то же. Ваши чеки. Ну, давайте мне квитация за электроэнергию. Я вообще отдам. Я не буду с вашим газом разбираться. Вы мне даете квитацию за электроэнергию. Вы сидите и мне задаете вопросы по квитанции. Да, да. Но это потому что одно и то же. Понимаете? И там коммунальные услуги то же самое. Вот у вас. Вот я оплачивала за период ноябрь 21 года. Адрес плательщика. Смотрите. Капслоком. Тула, запятая Тула. Вот это я не знаю, чей лицевой счет. Я понятия не имею. Мы в узловой живем. Делайте запрос. У меня у вас написано адрес плательщика. Почему запрос? Мы к вам лично пришли. Потому что это не я бухгалтер. Это запрос надо делать. В бухгалтерское дело. Я запрос. Да. Я сделаю сейчас. Я о чеках вам не могу ничего сказать. Я очень всегда. С милицевого счета и платежа. Будьте любезны. Пишите в официальный закон. Дальше смотрим. Коммунальные услуги. Прямо вот написано. А вот НС, Энерго, Тула. Их ННН стоит. Тариф 2.04. У нас квитанцев 4.80. Да. Почему такое расхождение в тарифе? Я еще раз вам отвечу. Опять адрес стоит. Я не знаю про квитанцию. Тула, Тула, Тула. Видите? Тула, Тула. Подождите. Я не знаю. Я не видела чек, который вы сейчас показываете. Я сейчас вам сюда. Я не вижу, что там есть. Сейчас вам покажем. Вот послушайте. Я не могу вам за это объяснить. Вы сидите, заместитель руководителя. Вы, значит, должны ответить на вопросы, которые вам задают жители. Если я сейчас не могу на них ответить, я отвечу на них позже. Оставляйте мне ваше заявление. Я оставлю. И мы его рассмотрим. И распишем каждый бунт данных. Давайте. Второй чек я оплатила вашей части. Сейчас мы пока поясним вам. Мы все оставим. Что? Вот ваш чек, ваша организация. Вот адрес его стоит. 14 декабря. Что я здесь вижу? Опять абонент пишут, видишь, на пользователя. И вот что я вижу. Так, введение ограничений тире один. Оплата кредита. 1500 с НДС 20%. Это что? А вас электроснабжение. 1507.09 с НДС. А я знаю, что все ООО не платят налоги. А знаете почему? А какие налоги мы не платим? А мы ООО. На добровольные пожертвования. Мы не ООО. Да, да, здесь ООО и написано. Так, дальше. Электроснабжение. Оплата кредита 933.37. Плюс НДС 20%. Вот такие вопросы мы вам и задали. Мы откселили. Нет, а вы можете сейчас пояснить? Нет, я пояснять ничего сейчас не могу. То есть адрес платежщика по квитанциям вашим не совпадает с адресом платежщика на кассовых чеках? Хорошо, я вас услышала. Да, я хочу знать, кто это Тула Тула? Почему-то 1.204, а у нас 4.80. И какой кредит, если она подключение? Я еще раз говорю, я направлю ваши документы в соответствующий отдел, и они вам ответят. Я вот QR-код ваш распечатаю. Сейчас я вам ответить на эти вопросы. Мы поняли, поняли, непонятно, да? Мы это поняли, да, уснули. Дальше я расшифровала QR-код ваш за ноябрь, за период ноября. Я смотрю, он не по ГОСТу сделал, здесь просто текст. Текст стоит, лицевой счет такой-то. Просим вас передать показания. Вот все, что здесь есть. Я смотрю, за один месяц 501, 73 по среднему посчитали. Я не вижу долга, где долг. Вот поэтому для вас показания, это мое право, передавать их или не передавать. Я знаю, что нам всем по нормативам платят. Для чего нужны показания счетчика? Я так понимаю, для того, чтобы понимать, сколько положить в карман. Поскольку оплата нам идет по нормативам, мы столько даже не вырабатываем. У вас оплата не по нормативам? Мы столько даже не вырабатываем. У вас установлены предприятия счета? У нас все есть, еще раз вам говорю, все адреса. Которые фиксируют все ваше потребление. Я очень внимательно читаю адреса и организаций, и адреса так называемых плательщиков, по-вашему. И я вижу, что адреса-то написаны по правилам русского языка. Первое заглавное, остальные маленькие буквы. Как в паспорте СССР. Я вижу ФИО, тоже написано, как по паспорту СССР, по правилам русского языка. Но когда я вижу, открываю ННН, смотрю, я вижу, что и другие организации есть, РГК, например, Водоканал, очень любят этим заниматься. Постоянно меняют слова. То город Узловая напишут Капслоком, понимаешь? То улицу напишут Капслоком, то напишут город Узловая, а Звенягина улица. Понимаешь? Вот они постоянно это меняют. Это я прямо вам говорю, как человек с логикой. Потрясающей логикой. Это фирма-однодетки. Это действительно, как я и писала вам, легализация отмывания денежных средств. Теперь у меня пазлы все сложились. Я теперь понимаю, почему в регионах, в каждом городе столько банков. А куда эти деньги деть? Их можно отмыть только через банки. Вот почему у нас магазины и банки. Магазины и банки. Магазины и банки. Все перевернули с ног на голову. Вот мы сейчас хотим поставить вас всех на ноги. Вот так, как это должно быть. И мы все это обосновали. Мы все проверили. Все распечатали. Я тут и по другим организациям сделала эти самые. Распечатала QR-коды. По ГОСТу мы все прочитали. Все абракадабры. Я когда делаю распечатку, мне говорят, да тут есть какая-то абракадабра. Я говорю, она легко читается. По ГОСТу. Р-562. А мне может? 560-42, да, тире 200. Давайте у нас с вашим. Там все четко, там есть таблица Г, там все четко написано. Если бы это было действительно за ЖКУ, то там было бы СТ-002. Это код ЖКХ. А там у нас стоит СТ-0012. И по таблице видно, это инвестирование и страхование. Теперь понятно, почему налоги не платят. А мы, оказывается, должны за вас заплатить. Это предложение ответа. Оплатите за нас. И если оплатили, вы же сами оплатили. Я человек потрясающей логики. Об этом знают многие. Я с 2006 года по 2013 обошла все на свете. Даже на передачу ЖКХ пришла. После чего мне удалось возбудить в отношении генерального директора ООО «Энергогазинвест». Опечатали сразу кабинет, опечатали компьютеры. Возбудила на директора муниципального образования жилкомхоз. Все довела до суда. Как только ни старались, ни пытались, довели до суда. Вернула миллионы рублей. Миллионы рублей. У меня полгорода было собрано. Председатели, старших по домам. Полгорода мы вырывали. Сейчас то, что происходит, это вообще еще хуже. И поэтому я вынуждена была разобраться. Я просто начала с ЖКХ. Я просто однажды говорю, надо же мне было здорово пойти и отплатить через почту. И я увидела по чеку там, и только у них в чеке я увидела, что они не платят НДС. Я звоню Триасову, директору управляющей компании «Жилфонд» и говорю, мы что, благотворительностью занимаемся? Это что вообще происходит? Я их тоже трясла, вот сколько я их трясла, это ужас. Теперь нам понятно, что вся эта, извините, я не хочу говорить такое слово, но я сейчас скажу. Вот это вот, чтобы такое сотворить, это правильно. Это должна круговая порога. Начиная от самых высоких чиновников и заканчивая судьями, вот этими судьями, у которых руки полно, локоть в крови просто. Я просто посмотрела, потому что дедовала всю судебную практику. Это уму непостижимо. Скажите, пожалуйста, мы там написали вам все, вот эти вот по чекам, а вы нам подготовите ответ, потом можете нам пояснить его, чтобы мы могли, допустим, вот так пообщаться? Ну, ответ не я буду готовить, поэтому я не могу сейчас вам ничего. Вы должны знать, потому что еще какие-то люди придут с такими же вопросами. Я ничего сейчас попала, но я сейчас не могу. Но вы можете тогда пояснить нам, что при возникновении каких-то вопросов мы хотим лично там уточнить. Давайте сначала я почитаю, что у вас написано и направлю. Ну, все по чекам, да, по чекам, и мы вам тут все объясняем. Мы тут интересную статью нашли, 93-ю, 93-ю, пункт 3, ФЗ-44-й. О контрактной системе в сфере закупок товаров и услуг. Для обеспечения госуслуг. Ну, Каня, нас ничего не касается. Нам вообще вы ничего не должны, а мы вам почему-то все должны. Но если вы нам ничего не должны, почему мы вам должны? Вот понимаете, вот нужно говорить в данном случае, в заключительной точке для вас. Вот-вот-вот, да, и мы видели, видели, видели. Только все оплачивается. У меня все эти постановления правительства все расписаны, вот иду. Их там штук 12. И это давно уже, я сейчас понимаю, какой я тупой была, когда в суды ходила. Я только в суд приду, и сразу в мою пользу. Я только в суд приду, Антонова там, в замке крови. Она меня просто посла там. Они боялись, что до меня дойдет вот эта вся ситуация. Они боялись, что до меня это все дойдет. Поэтому не надо с вас на 354-е постановление потребителей. А оно как звучит для потребителей и пользователей? Ну все почему-то вот это, пользователей, почему-то все игнорируют. И когда я вижу в чеке, что пользуется АО почта, которая имеет доход бешеный просто, она везде, она везде просто эта почта. И ноги с ЖКХ. А знаешь, Антон, почему она так включает? Я открываю электронный транспорт дома своего, а там жизненный цикл в доме отсутствует. Там нет людей. У них только бумаги, физлицы, понимаешь? Ну мы так понимаем, что мы не физлицы, да? Ну да. Написать можно все, что угодно. И мы понимаем, что молчать мы просто больше нельзя. Людям уже нечем платить. Мне вот тут один муниципальный работник знакомый, у нас же все, мы в маленьком городе живем, у нас же везде знакомые работают. Говорит, да они многодетные семьи тоже откучают. Вот как удобно потом в кресле сидеть им всем. Вот удобно им сидеть, как они спят. Поэтому я вам говорю, адреса по паспорту СССР, что говорит о том, что нам, советским гражданам, как они нас называют, бывшие граждане СССР, все оплачивается. Российская Федерация взяла на себя обязанности. И выполняет, и она выполняет все обязанности. Но все уходит через офшоры. Вот меняем адреса, вот эти вот слова, туда, то капслоком напишем, то так напишем, то задом наперед напишем улицу, то задом наперед город напишем. Даже у них адреса, например, можно все правильно написано, а дом капслоком написали, представляешь? Ну вот офис капслоком написали. Я на это все обратила внимание, я поняла, я человек, у которого есть жизненный опыт возбуждения уголовных дел по 159-й статье. Я два уголовных дела с полупинка возбудила тогда. Но замяли. По начальнику 6-го ЖЭО замяли. Почему? Потому что звонил, оказывается, начальник Тульского МЧС и требовал закрыть дело. И второе, это по главному бухгалтеру жилкомхоза муниципального образования. Они ее найти не могли. А я как-то иду в горе. Она уехала в Москву, ее найти не могли. Иду по городу, а она здесь. Все, я сейчас вам это все вручу подростки. У вас есть дракольчик приколотный? Степа. Да. И вот я вам даю квитанцию. Меня взяли за подключение, за долги 6838-91 под Новый год. Муж запил. Это инвалид третьей группы. Он запил, ему пить нельзя. Я его еду откачала. Вам повезло, что я его откачала. Человек, который никогда не пил таблетки. Он лечится на другими средствами. Его загнуло. Он ковыркался буквально. Вы что делаете? Как такое может быть? Почему нарушаете права человека? Советского человека. Мы на своей земле. Мы здесь родились. А как в народе говорят? Где родился, там пригодился. Вы знаете, все. Мы понимаем, что мы домолчались. Да, что с нами было? Вот с телевизора включила и пришла в себя. Я пойму бабушку. Бабушку она ничего не понимает. Ей даже сейчас говоришь, она боится. У них глаза бешеные. Что с людьми сделали? Я не пойму. Они боятся. Они даже дверь закрывают. И мне все планы, ваши известны. Все, последний этап пошел. Люди не понимают. Я-то хоть в курсе, что нас всех ждет. Давайте. Правнуков наших. Детей наших, что ждет. Мы видим, как человек гробит здоровье нашим детям. Молодые девушки, которые еще не жили. Которые еще не жили. Где кредит? Кредит, я не пишу. А, кредит. Вот он. Это вот и оплачивала подключение. Но я все это подкалю. А, фотографирую. Вон кредит. Два кредита. С МДС. С МДС и платим. Страховки платят. Мы инвесторы, получается. Мы инвесторы. Мы что-то там за... У меня такое ощущение, что мы застрахованы все. Это самое некуда. А вы не можете песни, почему? Подключение к кредитам. И что, и что теперь народ-то не уничтожит теперь? Просто все перевернули, и кто-то должен поставить всех на ногу. Так, ну это я тебе оставлю. И вот теперь вы нам докажите, что мы вам должны. Мы вам больше ничего не будем. Мы все доказали. Логически. Так, это мне тоже вставить. Да, вот это вот прокалите все вместе. Подождите, это разные. Или это в корне? Нет, это мне, да. Это вот здесь мне. И вот я посмотрела, то же самое, посмотри. Куда мы платили? То же самое по Гургазу. Так, сейчас, где он адрес-то? Вот он. Адрес платежщика. Тула, запятая Тула. Вот это черед свой счет. Здесь передних цифр нет. Может, это 408-21. Вообще, вот эти 408-21, он должен быть в лицевом счете. Мы приходим, и свой именной лицевой счет может взять в выписку. Я прошу вас по банкам, мне ничего не выдали. Сказали, здесь вашего ничего нет. Кто составлял акт? Мне вот очень интересно. Отскажите, пожалуйста, вы же нам услуги предоставляете, да? Соответственно, должны дать ответ в течение 15 дней. К чему? Согласно Гражданского кодекса и до 30 дней. Возьмите. Как? Но вы же юрлицы? Вы услуги предоставляете. Напишите прям фамилию и имущество. Расшифруйте. Так, и вот смотрите, кто акт составлял? Написано. Давайте по очереди, а то вы как-то это... Каждое время договорить. Ну, молчи. Смотри, что отключили. Приостановили отключение от автоматов защиты. Я вот поискала у них договор вчера, я его не полностью почитала. Я посмотрела, я вот такой формулировки не нашла вообще. Там есть узел учета, прибор учета, электроустановки, все что угодно. Что это такое? У вас автоматы есть. У вас автоматы есть. Почему не пишите вы прибор учета квартирный, жилое помещение? Отключение от прибора учета, это когда снимут клеенную крышечку и отключат именно от прибора учета. У вас установлены автоматы. Неполная оплата коммунальной услуги по электроснабжению. Сумму почему не указали? Неполная? У вас сумма указана в квитанции, в претензии, который вам направлялся. Нет, вы здесь напишите. У вас тариф-то 24, а у нас-то 4,80. Вот она и не помню. То есть и здесь все то же самое. И здесь тоже-то же. Адрес-плотечка не Завинягина, город Узловая, а именно Тула, запятая Тула. Вот это думайте, кто наградил. Федеральные, наверное, должники или местные. У них же там по таблице прям четко написано. Потребители, должники, приравные к категории населения. Федеральные, должники, муниципальные. Причем у вас на официальном сайте, плюс там прописаны все суммы, все суммы прописаны. Естественно, у нас возникает вопрос. Но у них долги свои есть за их потребление. Ну а мы вас спрашиваем, почему вы отключаете детей, инвалидов, семьи, где есть дети, инвалиды. Вы их отключаете, а муниципалитеты, жилищные компании... Мы отключаем муниципалитеты. А что под муниципалитетом относится к их потреблению? Вчера мы посмотрели на сайте. Наш комитет по имущественным и земельным отношениям вам задолжал 14 миллионов. Почему вы не отключили их? Ну откуда вы знаете, что мы их не отключили? Откуда вы уверены, что они отключены? Потому что они их не будут в должника. Их там и не было. Есть объекты, которые не отключаемые. Мы не можем отключить больницу. А почему вы отключаете семьи? А почему вы можете отключить? А у них нет жилых помещений. Почему вы нас-то отключаете? Потому что в 354-м мы имеем право вас отключить. Мы жилого можем отключить. Только есть отключаемые объекты, а есть неотключаемые объекты. Там написано, еще раз говорю, потребителей. А вы кто? А мы категория населения, мы пользователи, мы всегда были. Наш дом впервые подключен. В 1971 году, со дня года эксплуатации дома. Мы вселились, мы пользователи, все. Как можно потреблять? Электроэнергию, газ, как? А как вы ее пользуете? Как? Просто пользуем, готовим пищу, то, что положено. Чтобы человек не сдох. Вы готовите пищу. Это обязанности администрации. Вы готовите пищу. Муниципальные. И что? Мы не потребляем. Нет, потребление, я сказала вам. Это пользование. В магазине. Именно там действует публичная договора. Именно там действует публичная договора. Не надо. Не родите заблуждение, мы все это курим. Я хотела вас спросить. Почтите, пожалуйста, вот эту вот детализацию расчетной стоимости. Что это вообще? Это пояснение, как произведено. Это принуде. Давайте я разговариваю теперь по другой теме. Детализация. То есть, вот он, ваш номер прибора учета, который у вас зафиксированный. Это показания на октябрь месяц, это показания на декабрь. Высчитывается разница, вот она в киловатт-часах. Умножается на тариф. Получается сумма к оплате. Если есть какие-то перерасчеты, здесь просто указаны перерасчеты. Если вам нужно знать, за какой период эти перерасчеты... В итоге, заместитель руководителя ТНС «Энерготула» в Узловском районе ничего пояснить нам не смогла. Только молчаливо слушала наши вопросы. Мы оставили письменное заявление. С нетерпением будем ждать от них письменного ответа. Но следующий поход наш будет в ТНС «Энерготула», города Тулы, непосредственно к руководителю. И пусть нам ответит на вопросы. Почему в квитанциях, которые мы оплачиваем в чеке, стоит тариф в два раза ниже? Почему за подключение квитанция проходит как оплата кредита, тем более с НДС? Почему администрация имеет многомиллионные задолженности и их при этом не отключают? Вопросов много. Осталось только задавать чиновникам и с нетерпением ждать их интересные ответы.